Имеются также вот таблицы, на которые стоит посмотреть, но я сейчас не буду их там, которые показывают, что с развитием фашизма, с приходом фашизма в власти, фашистов в власти, значит идет укропнение капитала, концентрация капиталов, и в промышленности в большую долю занимают те фирмы, которые с более и более крупными капиталами. В данном случае здесь за критерии взяты немецкие фирмы, где капиталы компании имели свыше 50 миллионов марок тех, соответственно не сегодняшних, и если где-то в 32 году в общем капитале таких было порядка 49%, то к 41 году их стало уже 61, то есть на 20% больше. Вот это еще и еще раз говорит, что интересы крупных капиталов, интересы того, что мы называем империализмом по соответствующей ленинской теории, они в прицеле фашистов стояли на первом месте, они к этому делу двигались и отсюда мы можем сделать однозначный вывод и можем его еще подтвердить тут и раскладками, и особенно интересны вот по таким фирмам Круп, Мерцершмитт и прочее-прочее даются, да, как у них росли, росли объемы производства, прибыли, значит, и прочее-прочее. Значит, сейчас обожди, где-то есть такие бьющие по мозгам. Например, фарбер индустрии за 7 предвоенных лет увеличил прибыли более чем в 9 раз, да, крупно скромнее, но у него и объемы поболее, будь здоров, как. А вывод пока один мы сделаем, что фашизм это продукт империализма, вот это однозначный и так далее. Значит, Коминтерн подходил к выводке определения фашизма не вдруг, не сразу, не так, то, что Димитрова озарила, он, так сказать, написал, остальные проголосовали, так. Значит, я упоминал выписки из, там, какого, 5-го, 6-го конгрессов Коминтерна, да, а на 7-м конгрессе Коминтерна, это наиболее, наиболее, что ли, значит, в развернутом виде. Было дано определение такое, фашизм у власти, вот прошу отметить, что именно речь идет не просто фашизм, да, а фашизм у власти, когда, то есть, есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Особая форма классового господства буржуазии. Фашизм – это власть самого финансового капитала, да, как мы помним из теории финансовый капитал, это, значит, продукт империализма, продукт слияния монополистических промышленного капитала и банковского капитала по этим делам. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Вот это главное качество фашизма, политика империализма. При этом, значит, заключается оно в том, в отбрасывании всех норм приличия, в отбрасывании буржуазно-демократических норм и применении открытого насилия и террора. Значит ли, что вот это главное качество, оно, значит, зачеркивает все остальные? Да нет, конечно, потому что мы с вами знаем и все можем назвать, и правильно сделаем, что назовем, что, значит, кроме этого у фашизма, значит, присутствуют такие качества, как мы можем, агрессивность, да, значит, подавление рабочего движения, обязательное качество фашизма – антикоммунизм, антисоветизм, ну, в нашем понимании. Обязательное, обязательное качество – это, как мы уже упомянули, использование института социальной демагогии, именно для обмана, для лечения масс и движения по этим делам, так. Значит, проявление крайнего шовинизма, опора на мелкобуржуазные слои, чаще всего сбесившихся собственников в результате, там, трудностей, кризис и прочее, и так далее. Милитаризация экономики, то есть все эти качества по отдельности, они не обязательно всегда присутствуют все вместе, но в той или иной мере, так, тем более учитывая, что, ну, есть понятие границы, когда и совмещаются, и происходят, может быть, и может не быть. Эти качества, значит, мы можем наблюдать и сегодня, ну, а если мы их наблюдаем, то мы можем, так сказать, делать определенные выводы и, главное, наблюдать за тенденциями, в какую сторону тенденция идет, нарастает, развивает, или наоборот. Что мы имеем сегодня? Вот, если мы вот это определение фашизма для себя, так сказать, запомнили, то первый вопрос, можем ли мы сегодня употреблять вот это определение и считать его справедливым? Потому что кое-кто не согласен, причем есть, как бы сказать, и хорошие наши товарищи даже, которые сомневаются, что не совсем так, значит, мы считаем, что можем, мы это, я имею в виду, ну, те исследования и те оценки, которые давала Российская Коммунистическая Рабочая Партия и, в основном, Международное Коммунистическое Движение. Почему можем? Потому что, значит, мы не раз говорили, и лекции здесь проводили, что современная ситуация в мире хорошо, полностью описывается ленинской теорией империализма и ей объясняется. А поскольку это так, а фашизм это есть производная, так сказать, или продукт империализма, то и это определение мы считаем сегодня вполне, значит, можно употреблять. Проявления фашизма могут быть разные, проявления могут меняться, да, но сущность фашизма, как политика наиболее реакционных кругов капиталистических, она остается, значит, действенной и на сегодня применимой. Так, значит, поэтому, вот, сейчас мы подходим к вопросу, который иногда представляет предмет спора, в том числе в наших кругах, в том числе в международных кругах, а именно. Где мы сегодня можем наблюдать фашизм и, так сказать, его проявления, и можно ли это характеризовать как фашизм? Значит, отмечено, отмечено не только нами, но и нами в том числе, что после крушения Советского Союза, после временного поражения социализма, так, значит, реакционность политики международного империализма резко усилилась. Это объясняется, ну, многими факторами, в том числе и соперник исчез, в том числе исчез сдерживающий фактор примера, когда в силу примера Советского Союза империалисты, значит, вынуждены были в своих странах идти на уступки, значит, рабочему движению, профсоюзному движению, трудящимся в широком смысле этого слова, и вводить целый ряд социальных гарантий, там, обеспечений и прочее, прочее. И эта агрессивность проявляется часто во внешней среде. Вот замечено такое явление, значит, наверное, одним из первых его описал, значит, Фетисов Борис Лаврентьевич, да, где-то на рубеже 2000-го года. Значит, что во внутренней политике, значит, страны капиталистические, имеют в виду наиболее продвинутые, развитые и прочее, сохраняют порядок и, как использование, буржуазную демократию для обеспечения своей диктатуры, а вот во внешней политике они отбрасывают нормы международного права, нормы, так называемой, вот этой общепринятой буржуазной демократии, и переходят к прямому насилию. Причем это прямое насилие осуществляется в том числе не один раз с прямым игнорированием мнений таких институтов, как организации объединенных наций, да, там различные международные соглашения, акты и так далее. И таких примеров мы с вами можем насчитать немало. Ирак. Помните? Повод создали, показали какую-то там пробирку, потом ошиблись, ошиблись, но растоптали, разбомбили, повесили, повесили, так сказать, там этого самого легального на тот момент. Не потому что мы его не защищаем, это тоже деятель был, будь здоров, какой, и с коммунистами там обходился, но сам факт, какая они есть, буржуазная демократия была попрана, растоптана, кроме Ирака бы, Югославия, да, то же самое. Прямое насилие введено в действие, и кроме этого, что у нас было еще? Дриве. Там уж вообще, а Ливия, она среди арабских стран, наверное, наиболее, наиболее просвещенная, наиболее социально обеспеченная, ну, и по всей, дружная, с той же Францией, там, с западными демократиями. Ну, а, значит, вслед за этим просматриваются, просматриваются такие, значит, вещи, как Сирия, да, а затем и близкая нам Украина. И это надо отметить, вот, последние, особенно две стороны, как, 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 я бы сказал, творческий подход фашистов к делу. Да, потому что речь идет о том, что здесь используется метод не прямой внешней агрессии, подняли там, так сказать, соответствующие крылатые ракеты, авиацию с кораблей и пошли бомбить. Здесь идет речь о том, что инициирована соответствующая, значит, сила, мракобесная, темная, наиболее там и прочее, прочее, внутри, внутри самих, значит, этих государств, стран, значит, с внешним влиянием. В Сирии больше, потому что там съехались всякие разные, значит, религиозные экстремисты, деятели, которые выращены тоже и поставлены были, так сказать, под ружье. На Украине меньше, там был использован опыт другой, да, опора на меткобержазную среду, значит, остатки и наследие, значит, с бандеровских времен и с соответствующим влиянием и прочее, прочее. Но подход один, значит, внешнее управление, внешнее финансирование, внешнее идеологическое воздействие и поощрение, да, политическое и прочее, которое приводит в конечном итоге к выступлению с попыткой, значит, осуществить переворот и установить соответствующий, значит, мракобесный режим. Значит, на Украине получилось, в Сирии, слава богу, не получилось, но, тем не менее, мы описываем это дело как звенья одной цепи. Поэтому мы с вами и на лекции, когда проходили ситуацию на Донбассе, помните, говорили, что справедливы, во многом справедливы наши определения украинский фашизм. Украинский, потому что по местному проявлению украинский, украинский, по носителям украинский, ну, там эти Азов батальоны идут, правый сектор, украинский и так далее. По националистической идеологии украинский, москаляку, нагеляку, кто не пляшет там или не скажет. Кто-то москаль. Да, украинский, да, по флагу, по истории героизации Бендера и всякой этой самой унансу. Украинский? Украинский. А по источнику? А по источнику нет. Потому что, если бы не было вот этой поддержки, этой фундамента, опоры в виде, прежде всего, американского империализма, да и силы ЕС, вряд ли смогли бы хвост поднять эти недобитые деятели и устроить то, чего они, в конце концов, провели и устроили. Поэтому вот это явление, да, значит, в нашей публицистике, в том числе в РКРП, значит, мы часто описываем термитом фашизмной экспорт. И с одной стороны, с одной стороны, мы так, я, по крайней мере, за себя говорю, что он довольно точно отражает суть явления, но в то же время, значит, вызывает немалые критики, которые говорят, ну, это получается, что вроде бы как взяли отсюда и туда привезли. Да, не в этом дело. Не так. Значит, и на термине-то можно особенно не настаивать. Важнее сказать, что это явление, которое вот мы сейчас с вами описывали, разбирали, оно существует. И в корне этого явления, конечно, лежат те процессы, которые происходят внутри капиталистических, эмпиралистических стран, в их внутренней политике, а вовне она просто вытекает, выражает, да, находит выход в таком самом виде. Значит, один из первых вопросов, который, ну, часто задают, и который, безусловно, требует ответа, да, что, слушай, ну, ведь сегодня нет того вот крайнего шовинизма, что был у Гитлера, и у этих пособников, да. Ну, нет, уже тезису, что давай-ка мы изничтожим, так сказать, там, неполноценные народы, цыгане, евреи, там. Как нет? Ну, по крайней мере, это самое, не очень это прямо высказывается, а вот вопрос, как нету, это хороший вопрос, и мы его, конечно, должны, значит, подтвердить какими-то аргументами. Значит, первый раз, вот мы, значит, делали заявление, я имею в виду ЦК РКРП, секретари, в октябре 2004 года, кто сейчас помнит из стариков, тогда штаты отличились бомбежками Афганистана, плюнули на всех, и сами подняли, пошли, и по городам, и по... Как всегда, предлог, борьба с терроризмом, а на самом деле, да. И вот, значит, лозунг, лозунг, демагогический лозунг тех же нацистов, помнишь, «С нами Бог» был? Да. Значит, а теперь, значит, тогда, тогда был президентом Буш-младший, Буш-младший, высказался, и мы тогда это подчеркивали, «Бог не нейтрален», но дальше, видишь, раз «Бог не нейтрален», а Соединенные Штаты Америки, они очень... Вот они в 2004 году выполняли свою миссию «Бога избранного народа» таким образом, а затем, если вообще проследить высказывания американских президентов, практически у каждого, у каждого из них в той или иной, значит, трансформации можно найти подтверждение вот этого шовинизма. Ура. Причем шовинизма в мировом масштабе. Обама говорит уже, смотрите, более, более, так сказать, как бы, целевизованно и более масштабно. Американский народ имеет... Американская нация имеет особую ответственность перед всем миром. То есть, сверхчеловеки, которые были, там, эти самые, так называемые, гитлеровские, значит, фашисты, осужденные и прочее-прочее, они, конечно, примитивно выглядели, а сегодня появились те, кто несут ответственность перед всем миром, которые, так сказать, демократию устанавливают везде, всюду и прочее-прочее, двигаются вперед. Играет песня. Субтитры создавал DimaTorzok